Книга открытым оком. Тема Святая Библия, 16 том. Вопрос 3087. Вы говорили, что был переводчик Библии профессор Павский и что его преследовали. Кто он такой и что он еще переводил? Как его наказали за перевод и кто был? Были его противники? Отвечает Игнатий Тихночелапкин. Это больная тема и она особенно близка мне до страдания. Когда пришло время переводить Библию на русский язык, то извлекли из архивов переводы Павского и воспользовались ими. Вот что узнаем из словаря по библиологии Протерея Александра Мения. Павский Герасим Петрович Протерей. 1787-1863-76. Выдающий русский ученый-филолог, экзегет-переводчик Библии. Основополагающий основоположник русско-библейского исторической школы. В 1821 ему была присуждена степень доктора. Уже в студенческие годы появились блестящие способности Павского и его любовь к священному писанию. У Павского пишет Протерей Флоровский Г. «Был филологический дар и чутье. Он полюбил еврейскую Библию всем жаром ученой страсти». В 1818 году Павский издал первую в России грамматику еврейского языка, дополнив ее учебной антологией. Павский деятельно участвовал в переводе священного писания, предпринятом российским библейским обществом. Он вступил в общество сразу по окончании академии, состоял его директором и ответственным редактором. Ему самому принадлежал перевод Матфея, Евангелие от Матфея. В те же годы он работал в комитете духовной цензуры и служил в Андреевском соборе. Перед самым закрытием библейского общества Павский отредактировал перевод пятикнижия. Перевод был сожжен в 1825 году, когда библейское общество прекратило свое существование. В 1826 году Павский назначен законоучителем наследника престола будущего Александра II. Благодарю Бога, писал он, что церковь, в которой я рожден и воспитан, не принуждает меня верить чему-либо без доказательств. Она позволяет мне углубляться в чистое и святое Слово Божие и, если что и предписывает, всегда указывает основание своему предписанию в Слове Божьем и в общем голосе просвещенных учителей церкви. Деятельности, взгляды Павского получили неоднозначную оценку. Если поэт Жуковский, также воспитатель наследника, говорил о нем восторженно, то митрополит Филарет Дроздов, сотрудник Павского по библейскому обществу, считал, что он во многом сблился с протестантизмом. Между ними возникла полемника, и митрополит Филарет убедил Николая I отстранить Павского от преподавания при дворе 1835 года. В связи с этим Александр Сергеевич Пушкин писал, Филарет сделал донос на Павского, будто он лютеранин. Павский отставлен от великого князя. Жаль умного и доброго священника. По свидетельству современников, наследник и его близкие прощались с Павским со слезами. В последние годы Павский полностью посвятил себя научным изысканиям, в частности в области русской филологии. За свои труды он достоился премии Академии наук, но в саму Академию его избрали лишь в 1858 году, после смерти Николая I. Белинский писал, что Павский один стоит Академии, а современный писатель и литературовед А.К. Югов называет его классиком русской лингвистики. Уже после запрещения библейского общества на лекциях в Петербургской Духовной Академии, Павский читал студентам свои переводы из Ветхого Завета, дополненные пояснениями. Историк Чистович так писал о переводе Павского. Это исторический памятник, который для науки никогда не потеряет своей цены, как произведение русского ученого, приобретшего знаменитое имя, и как первый опыт перевода ветхозаветных книг с еврейского языка на русский. Историк Чистович. Историк Чистович. В 1841 году митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, известный противник русского перевода Библии, получил анонимный донос, в котором говорилось об опасности нового нелегального перевода. Автором доноса был позднее, выяснилось, Агафангел Соловьев. Являясь сторонником самой идеи перевода, он, однако, расценил труд Павского как источник соблазна, проникнутый духом неверия и лжи. Агафангел возмутили простонародные выражения, употребленные Павским и его отход от традиций изданий церковно-славянской Библии. Напротив, там, где слово «Мессия» всегда передавалось как «Христос», он писал «помазанник». Осуждал он и комментарии переводчика. Агафангел предлагал не изымать перевода Павского, а возобновить работу над русской Библией, прерванную после закрытия библейского общества. Донос Агафангела имел для Павского трагические последствия. В дело включился противник русского перевода, оберпрокурор синода граф Н.А. Протасов. Над Павским было начато следствие, за закрытым внимательно следил Николай I. Сам ученый и лица, причастные к печатанию перевода, неоднократно подвергались допросам. Около 300 экземпляров перевода, не считая 100 рукописных копий, было изъято и уничтожено. Лишь немногие владельцы отказались выдать принадлежащие им экземпляры. Несколько копий было оставлено в Синоде и засекречено. Павский вынужден был оправдываться, писал «Исповедание веры», выражал сожаление о некоторых своих необдуманных словах. Дело вызвало большое волнение в обществе. Окончилось оно келейным увещанием ученому и приказом держать участников напечатания под строгим наблюдением. Ряд преподавателей был лишен мест. Дело Павского, писал в 1918 году Евсеев, длившееся 4 года, вызвало темные силы доносителей. И при чтении его направлено в метрополитическом архиве, получается впечатление, будто находишься в душевной атмосфере сысканного отделения, а не научного или духовного просветительского расследования. После смерти Николая I и графа Протасова Н.А. обвинения против Павского были фактически сняты. Его перевод «Третьи книги царств» извлекли из секретных архивов, и он увидел свет в 1861 году. Книга Павского «Библейские древности для разумения священного писания». Вышел уже посмертно, Санкт-Петербург, 1884 год. Псалтырь или книга хвалений на российском языке, Санкт-Петербург, 1822 год. Как совершалось вечерний у христиан при апостолах и после апостолов во II и III веках, 1830 год. Изъяснение притчей, 1835-41. Еврейская хрестоматия, Санкт-Петербург, 1841 год. Притча Соломона, Санкт-Петербург, 1862 год. Христианское учение в краткой системе чтения в обществе истории в древней и древности российских. 1870 год, том 2. Астафьев Н. Опыт истории Библии в России, Санкт-Петербург, 1889 год. Барсов Н.И. Профессор Павский. Агафангел, Алексей Федорович Соловьев, архиепископ, 1812 по 1876 год. То есть, 64 года было, когда он умер. Русский православный гебраист, переводчик Библии, будучи иеромонахом, инспектором Московской Духовной Академии, своим анонимным доносом на имя митрополита Филарета Амфитеатрова, способствовал осуждению перевода Ветхого Завета, сделанным профессором Партереем Павским. А. Начал борьбу с Павским отнюдь не потому, что был принципиальным противником русской Библии. Его смущало расхождение труда Павского с традиционными толкованиями. В своем рапорте он даже рекомендовал не изымать тексты Павского, поскольку, по его словам, сиюмируем можно только вооружить христиан против власти церковной. Однако его совет не был принят во внимание. Существовавшие славные издания Агафангела считал неудовлетворительными из-за их темноты и неверности, которые закрывают истину. Он перевел с еврейского языка на русский язык книгу Иува, Вятка, 1860 год, и с греческого языка книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Санкт-Петербург, 1860 год, снабдив свои переводы краткими комментариями. Читаем в Библии. Неемия, 8 глава, 8 стих. И читали из книги и из закона Божия внятно, и присоединяли толкования, и народ понимал прочитанные. 1 Коринфянам, 12.10. Иному разные языки, иному истолкование языков. 1 Коринфянам, 14.26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все съедо будет к назиданию. 1 Коринфянам, 14.11. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Римлян, 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Стихотворение. Божественное трудно удержать. Плотской природе соусом земным. Нас облепили моль, волье и ржа. С трудом добытый уходит в пар и дым. Что Бог открыл и нам установили. С такой легкостью утеряно избыто. Крест распилили, делят на опилки. Без слова хлеба кажется, что сыты. И спотыкаемся о старые святыни. Запутались, шутя в своих канонах. Канонизации такие, кровь застынет. Мироточение опасней прежней вони. И не скажи, заткнут епитхрахилию. Уста отверженности Бога восхвалить. Без Библии епископ жезлом хилый. Не гимн поет Христу, а погребальный схлип. Труднее не выдумать поставленной задачи. Чтоб вместо Бога выдумки усвоить. И утверждать, что так, а не иначе. Бог нас спасет, как некогда спасное. И волны выдумок, преданий злых поток. Достигли, наконец, такого сверхцунами. Монах нам сны, видение волок. И в рот совал не хлеб, пустынный камень. И на обрядности дошли до оберегов. Соперничать с шаманом им не стыдно. Уперлись в непотребство, словно в требы. И не сенот, а сброд из старых злыдней. Легко сошлись с коммунией шайки с ворой. Слепились с сонмищем проклятых садомитов. Народу Библию дадут, видать, не скоро. Все наносное выветь на слово сито. Рожденным свыше осеяет разум. Воспламенится сердце ревностью к писанию. Душа очистится, сидеть не будет праздно. И против выдумок на смертный бой восстанет. Игнатий Тихоныч, Лапкин, 2006 год.